Это не то видео, которое я обещал через две недели от последнего ролика в августе. Пожалуйста, не надо, нормальный ролик будет. Но сейчас небольшое объявление, потому что произошли некоторые очень актуальные события, которые повлияют на мою деятельность, очевидно. Два года мы к этому готовились, мы это ждали всем селом, и вот, наконец-то, оно произошло. По всей видимости, YouTube собираются блокировать. По всей видимости, по сценарию Twitter. Если вы хоть немножечко умеете планировать, анализировать окружающую ситуацию, то, в принципе, вы этого всего ожидали очень давно, и, скорее всего, уже морально подготовлены. Бан конторских каналов и блогеров не мог пройти просто так, и чудо, что YouTube продержался вообще два года. Сказать, что у меня не горит жопа, ничего не сказать. Представьте, что вы какой-то деятельностью занимаетесь уже больше десяти лет, ну, там, не знаю, играете на гитаре и слушаете соответствующую музыку. И вдруг внезапно выясняется, что на гитаре умеет играть Алексей Навальный, и правительство решает гитару запретить, потому что, ну, на ней всякие песенки нехорошие можно спеть, в принципе, не очень хорошая вещь. И, ну, как бы это не смертельно, ты на этом особенно не зарабатывал. Кому интересно, деньги с партнерки YouTube мне пришли только 25 февраля 2022 года в размере десяти тысяч. Это весь мой заработок с партнерки, именно партнерки рекламной, потому что даже ролик, который у меня когда-то набрал миллион просмотров, и который удалили по авторским правам, изначально, собственно, был под копирайтом. То есть с каких-то больших роликов, которые у меня набирали просмотры, я нихуя не зарабатывал. В основном они приносили ролики, которые по просмотрам набрали, ну, дай бог, пять тысяч. И в основном какие-то средства я получал непосредственно с ваших донатов, которые, ну, в целом тоже не особенно большие, это где-то, ну, шесть тысяч в месяц на данный момент. Нет, на данный момент даже четыре тысячи в месяц. Ну, бог с этим. Десять тысяч, уточню еще раз, за все время существования канала. За более чем десять лет я получил десять тысяч рублей, не долларов, рублей, что эквивалентно ста долларам. А, да, реклама у меня еще иногда появлялась, я брал ее за пятьсот рублей буквально, потому что, ну, хз, мне стыдно брать много денег с работы, где я просто поговорил на камеру. Ну, не знаю. Я всегда представлял, что, типа, если я назову слишком большую сумму, то чел на обратной стороне подумает, что, блядь, ебать он ЧСВ. Ну, и опять же, я всегда думал, что, типа, блин, за что я беру деньги-то, блин, ну, возьму, не знаю, в Макдональдс хожу, там, хз. В общем, я думаю, понятно, я этим занимался не ради заработка, а тупо ради удовольствия. И это меня печалит вдвойне, потому что альтернативу заработку найти можно, я, типа, и так работаю, и, как бы, это для меня и не был заработок на Ютубе. А вот того же самого Ютуба, заменителя Ютуба, в принципе, не существует, как бы, с этим нечего поделать. Но все это свалилось с Ютуба у нас еще гораздо более угарнее. В один прекрасный день Ростелеком просто объявил, что из-за устаревания оборудования Гугла скорость Ютуба может упасть. Такой же позиции придерживается и правительство России, однако некоторые депутаты проговорили, что таки нет, замедляет Ютуб Роскомнадзор. Замедление из-за оборудования отрицает и сам Гугл. Многие ресурсы с этой новостью ссылаются на Коммерсант, но, ой, статья на Коммерсанте куда-то пропала. Бывает. Очевидно, причина в столь резком замедлении Ютуба в том, что два года устаревающее оборудование никого не трогало, и вот Электрик Иваныч случайно резонул не те провода, конечно. Параллельно с этим Роскомнадзор рекомендует переходить на наши отечественные заменители. Что самое забавное, ВК хайпящий на всей этой ситуации на некоторое время случайно уронил свой ВК-видео. Очевидно, что это какой-то прогрев ГОЭВ для перегона трафика, и, как я уже говорил ранее, в целом это следовало ожидать, и в целом, ну типа буквально Гугл ушел с российского рынка, то есть он уже почти не выполняет никакие требования от правительства, не ведет никаких дел, так что всего этого следовало ожидать. Мне непонятно только одного, зачем это делать вот таким образом, почему бы просто прямо не сказать, что сейчас мы будем все блокировать. Зачем так прогревать ГОЭВ? Мы что, для вас цирк, что ли? Но у этой ситуации есть несколько моментов. Во-первых, Ютуб намного более уникальный Твиттера, чтобы, скорее всего, прямо точь-в-точь повторить его кейс. Если Твиттер являлся просто глазом народа, повод, конечно, задуматься о демократии, а также способом найти какую-нибудь порнушку, то Ютуб это реально огромная библиотека контента, которую на протяжении огромного количества времени пользовалось огромное количество людей по всему миру, закидывая туда в том числе и какую-то важную информацию. Так что я подозреваю, что в этом году Ютуб банить не будут, потому что, ну просто хотя бы по этому пункту у него нет аналогов у нас в России. На ВК загружено не так много контента. Поэтому я подозреваю, что таким образом они сейчас прогревают ГОЭ, в ГОЭ перейдут во ВКонтакте, начнут загружать туда свой контент. И где-то через годик, когда уже будет видно, что, ну, контента набралось, ну, достаточно много, если актуальные события никак не изменятся, Ютуб будет заблокирован. Есть также шанс, что Ютуб могут не заблокировать вообще никогда, а просто вот так вот замедлять. Но, честно, верится с трудом. Что нам делать в этой ситуации? На данный момент по телеге бродят инструкции по обходу этого самого замедления, там, изменяя какие-то настройки внутри браузера. Я эту тему немножечко потыкал. Проблема этой темы заключается в том, что она устаревает буквально на следующие сутки. В определенный момент Ютуб буквально не был вообще никак доступен на территории России. Так что, как по мне, способ, ну, такой себе. Во всяком случае, у меня он не работает. Неожиданно, но на всякие встроенные браузеры замедление не работает вообще никак. Так что, в случае, если у вас установлен Гаррис мод, то вы вполне себе можете смотреть Ютуб комфортно. Но лично я последую совету Пескова, который проверил, у него все работает, а также нашего любимого амбассадора говна, и поставлю VPN. Платный он вроде бы не такой дорогой. Я нашел версию за 160 рублей в месяц, в принципе, так что не проблема. Проблема только в том, что наше правительство не любит VPN. Очевидно, в случае, если будут блокироваться инструкции по обходу, то людей, которые будут пользоваться VPN, будут становиться все меньше и меньше. К этому прибавятся люди, которые вообще в принципе не хотят платить за VPN. Так что русскоязычный сегмент Ютуба очень сильно, скорее всего, поредеет со временем. Если у вас никакого замедления Ютуба сейчас незаметно, не советую, особенно надеяться. Я буквально имею возможность проверить трех провайдеров на своем опыте. Дом.ру буквально мне не дает смотреть никакие видосики. С него я могу увидеть только превьюшки. У МТС я смог посмотреть нормально без VPN на Ютуб только ночью. Единственный провайдер, который мне дает его смотреть, иногда с небольшими лагами, но если обновить страницу, то все это решается. Это наш Екатеринбургский провайдер Планета. Очень сильно его рекомендую. На самом деле очень орный провайдер, потому что в момент, когда VPN еще не были штукой, которую Роскомнадзор блокирует, у них на заглушках с заблокированным контентом была буквально инструкция о том, как ее обходить. Так что если вы живете в Екатеринбурге, еще раз провайдер Планета очень рекомендую. Но очевидно это не региональные проблемы, потому что в одном регионе буквально несколько провайдеров показывают разные показатели. Скорее всего это именно сговор. Ну и долго в этот цирк люди играть явно не смогут. Рано или поздно это все дойдет до официальных объявлений. Поэтому рано или поздно доступ к Ютубу у вас будет осложнен. Как я уже сказал, с Ютуба я никуда уходить не буду. Если все пойдет гладко, контент на него будет заливаться стабильно. Но что делать, если вы добропорядочный гражданин и не хотите пользоваться всей этой бездуховной хуйней? У меня есть группа во ВКонтакте. На данный момент в ней 1200 человек и весь контент я буду дублировать туда, теперь железобетонно. Если вы не хотите пользоваться VPN, перестанете пользоваться Ютубом, когда его уж точно заблокируют. Подписывайтесь на группу во ВКонтакте. Если хотите следить за моим контентом. Если не хотите, ну пошли нахуй. Я, блядь, ненавижу ВКонтакте. ВКонтакте управляется какими-то ебанутыми шизами, которые каждый год меняют его дизайн, но так и не могут, сука, прикрутить нормальный поиск по дате внутри группы. Техподдержка Гугла на данный момент буквально дружелюбнее, чем техподдержка ВКонтакте. У меня буквально недавно была ситуация с самым последним роликом, где мне копирайт кинули на музыку из Airsbound, какие-то индусы, которые к ней никакого отношения не имеют. Я оспорил этот копирайт через поддержку, написав им на русском, минуя самих индусов. Со ВКонтакте у меня был похожий опыт. Однажды мне попытались на Ютуб кинуть страйк, но ничего не получилось, техподдержка его не одобрила. Я запостил скриншот этого письма во ВКонтакте. И проблема была в том, что в этом скриншоте была указана почта. Но почта была указана рабочая, которая у человека, который этот страйк кидал, буквально указана во ВКонтактах в его группе. И эта почта имела домен не Mail, не Яндекс, не Google, а буквально собака, название фирмы .ru. ВКонтакте удалили этот пост, сказав, что это чьи-то персональные данные. При попытке, ну хоть как-то договориться до того, что, блядь, эти персональные данные, буквально рабочая почта, выложенная на всеобщее обозрение, ни к чему не привели. Шиз, который занимался этим делом, наставил на том, что это персональные данные. Я буквально видел кейс, как в группе удаляли пост из-за того, что на скриншоте комментария видна аватарка комментирующего. А аватарка во ВКонтакте, когда ее все видят, тоже является персональными данными. Да, запоминаем. Модерировать чат его в ВКонтакте это какой-то пиздец. Все, что я могу там сделать, это просто удалить сообщение, удалить одно сообщение, которое я выделил, либо удалить пользователя. Если этот пользователь как-то очень сильно насрал, я не могу просто одной кнопкой выделить все его, например, сообщения и удалить. Я должен все это делать вручную. Я не могу посмотреть историю изменений в чате, там кто кого удалил, кто что сделал, кто что отредактировал и так далее и тому подобного, потому что такой кнопки просто нет во ВКонтакте. Все это есть только в Телеграме. В Телеграме я могу модерировать буквально как хочу я, там бог и царь. Во ВКонтакте я никто. Их стриминговый сервер постоянно падает. Их видео тоже. Как я уже сказал, я ненавижу ВКонтакте, но, к сожалению, на данный момент это самая популярная социальная сеть в России и отрицать этого просто не имеет смысла. В конечном счете я выкладываю контент не для социальной сети, а для зрителей. И если вы там сидите, если вам там нормально, то я в принципе готов туда выкладываться. Чем бы я. Однако многие также не любят во ВКонтакте и поудаляли оттуда свои аккаунты. У некоторых просто пермоментно забанили, и они туда больше не заходят. У некоторых он заблокирован в стране, да? Поэтому также весь контент будет дублироваться на Boosty бесплатно. Еще раз повторяю, я буду выкладывать видео на Boosty бесплатно. Актуальные видео с YouTube, не какие-нибудь там анонсы, какую-нибудь еще хуйню, а вот именно конкретно актуальные видео с YouTube, которые вот я сделал ролик, выложил на YouTube, выложил в ВКонтакте, залил на Boosty, вы сможете там смотреть бесплатно. По-моему, если бесплатный контент выкладывается на Boosty, в принципе, даже не обязательно подписываться там. То есть можете посмотреть там. Но все-таки рекомендую вам подписаться. Хотя на самом деле как хотите. Также из всех социальных сетей у меня есть Telegram канал и Telegram чат, где сидят самые лучшие представители человечества. В Telegram я не буду выкладывать видео, просто по той самой причине, что Telegram не рассчитан на просмотр видео внутри него. Он типа буквально просто вам полностью скачивает ролик на ваше устройство и ну с телефона, конечно, 2 гигабайта загрузить это, ну, рафлата. Там будут выкладываться только ссылки, но особенность моего Telegram канала заключается в том, что я там сру просто постоянно. Поэтому, если хотите знать, что в моей жизни происходит, то можете подписываться на него. Это было лучшее время для меня. Я буквально счастлив, что имел возможность как-то с вами взаимодействовать, выкладывать какие-то свои мысли на канал, свои какие-то ролики. Я, блядь, я буквально рос с YouTube. Если посмотреть все мои видеоролики на канале, можно буквально увидеть развитие личности. Все мои ролики на канале, я имею ввиду в том числе, которые я закрыл для просмотра, да, которые я вам никогда не покажу, потому что я умираю от этого от кринжа. Тем не менее, все хорошее рано или поздно заканчивается. К сожалению, для нас это произошло, ну, вот в это время. Ничего страшного, я думаю, мы как-то приспособимся. Как я уже говорил, я делаю контент не для заработка, а для своего удовольствия. Поэтому, ну, YouTube я не откажусь, даже если вас будут смотреть мои ролики, ну, там по тысяче человек. Ничего страшного, что-нибудь с этим придумаем. Все равно хочется верить во что-то лучшее, хочется верить, что все это какой-то прогрев и никакого замедления по итогу в конце. Все уберут, ускорят, но, к сожалению, реальность, как правило, намного более жущая. Очень сильно надеюсь, что со всеми моими подписчиками и зрелыми все в порядке. Не важно, где вы живете, не важно каких-то взглядов, надеюсь, вы находитесь в драйве. И не прощаюсь, в августе постараюсь выпустить ролик. Save from Net еще, блядь, упал, а у меня на одном из фейковых каналов на YouTube хранится буквально архив видосиков для экономии памяти на компьютере. Надеюсь, Save from Net встанет таки, потому что иначе, ну, потеря. Ну, в общем, надеюсь, не прощаюсь с вами. Как я уже сказал, переходите во Вконтакте, переходите в Телегу, переходите на Бусти, если хотите. Ну и будем надеяться на лучшее. Пошел в жопу.